Здравствуйте, друзья! В эфире третий сезон, второй выпуск подкаста Павла Щелина и Евгения Голуба «В поисках смысла». Сегодня мы будем говорить о демократии. Павел? Напоминаю то, что основная тема третьего сезона — это «Легенды чёрные и белые». Демократия является одной из таких, я бы сказал, главных белых легенд современности. Можно сказать, что она является на данный момент религиозным культом, и поэтому разговоры о демократии, как правило, очень сложно проводить в академическом жанре или даже в жанре просто дружеского рассуждения, потому что чаще всего ты сталкиваешься с убеждениями, носящие характер явно не аналитический и даже не философский, а именно, что называется, религиозный. Религиозный в том смысле не то, что оно про Бога, а в том смысле то, что для людей это воспринимается как разговоры о некой предельной сакральности, которая самая очевидная, которая всё объясняет. И одним из самых страшных оскорблений, особенно в странах западной в широком смысле цивилизации, но на самом деле уже давно не только ей, сама фраза назвать кого-то антидемократичным звучит как одно из самых страшных риторических оскорблений. Более того, даже те страны, которые явно сопротивляются западной интерпретации демократии, не отвергают сам демократический принцип. Напротив, они настаивают на том, что, дескать, это западная демократия и неправильная, а вот наша демократия, и там дальше вставьте нужное слово, китайская, суверенная, национальная, нелиберальная и так далее, и так далее, и так далее. В это же время есть некоторый парадокс. С одной стороны, на официальном уровне, в смысле официальной риторики, всё так и есть, но на кухонном уровне или на уровне каких-то междусобойчиков принято демократию как раз ругать, как ни к чему негодная форма управления, которая уже провалилась, и как это можно всем давать голосовать от алкоголика дяди Васи до академика Петра Петровича. И вот эта двойственность тоже интересный феномен, ведь если почитать комментарии и реплики не только в нашем информационном пузыре, но и далеко за этим, то скепсис по поводу демократии появился не вчера и довольно уже серьёзных масштабов достиг. Так ведь? Именно так. Наверное, поэтому мы начнём с нашу сегодняшнюю беседу с выводки понятия, что это, собственно, за зверь такое демократия изначально, как вообще эта идея описывается людьми, которые были современниками этой формы в её оригинальном значении. И потом я расскажу, каким образом эта изначальная форма творчески, назовём это так, переработана уже в относительно близкие к нам времена, и какие ошибки на неё были заложены именно на уровне дизайна, что и приводит к вот той самой двойственности, о которой ты заметил. Так что, грекам? Грекам. Начинай. Так, а что же я начну? На уровне школьного образования мы знаем, что возникла греческая цивилизация, такая особенная, раздробленная на полисы, и эти самые полисы управлялись по-разному. И в некоторых из них, обычно говорят об Афинах, возникла такая специфическая форма управления, как демократия. Причём есть классические имена, которые всем, наверное, знакомы со школьных лет. Салон, Перикл, Фемистокл и Клесвен. На самом деле Клесвен — это самый главный установитель демократических норм и правил от самоуправления, вот, собственно, демы вот эти самые, которые возникли по предложению Клесвена. Поэтому сразу нам представляются народные массы, которые голосуют, приходят на Агуру и выражают своё мнение по всем важным политическим вопросам. Ну, за скобками остаётся очень много. Кто такие были эти граждане? Сколько их было? Какой процент? Тут начинаются детали, в которых, собственно, и кроется вся суть. Ну, давай тогда про детали. Что нам, так сказать, тянуть загадку? Сразу скажем тогда просто, что в оригинальном значении демократия, даже в самых пронародных формах, это была властью меньшинства. Никогда в демократии большинству власть не принадлежала. Речь идёт, понятно, что женщины принципиально не входили в эту систему. Точно так же в неё не входили всё население полиса зависимого положения. И речь не только о рабах, но и о других гражданах, так называемых метаках. Вообще не входили в число тех, кого гражданами считали, которому давали какую-то политическую власть. Повторяю немножко то, что мы обсуждали в предыдущем подкасте с Республикой. Реальный круг, который, ну, даже по самым оптимистическим расчётам мог входить на эту самую агуру, составлял не больше 20%. Ну, это максимум, вначале ещё меньше. Насколько я помню, вначале граждане это были те, кто были в состоянии позволить себе купить оружие, тяжёлое вооружение. Это значит, что это были земельные собственники, способные воевать. То, о чём мы говорили про Республику, это, кстати, очень повторяется, хотя очевидно, что это не было копированием. Это то, к чему пришли жители городов, полисов. Сама логика их требовала, что нам необходимо защищать свою собственность. Те, кто готов защищать и может это делать, у кого достаточно собственности, тот, собственно, и решает. Это уже потом тот же самый Клисвена, который мы вспомнили. Он расширил эту категорию, убрал имущественные всякие цензы и возраст понизил. По-моему, изначально было 30 лет, потом стало то ли 20, то ли 18. Да, по-моему, он понизил до 20. Для начала, повторюсь, дело общего принципа. То, что демократия — это была власть, говоря современным языком, в лучшем случае высокого-среднего класса, то, что мы назовем это так upper-middle-класс, и непосредственно богатых людей города. При этом внутри этой демократической системы постоянно существовало, повторюсь, это противоречие между условными то, что называлось аристократией, то бишь самые богатые, и вот, условно говоря, предсамые богатые, то есть как раз тех, кого они и называли народом. То есть очень важно понимать, что народом реально назывались, скорее тоже богатые люди, просто не аристократично богатые, то есть либо не древнего рода, либо просто не обладающие уж прям такими большими ресурсами. И, соответственно, на этом противоречии демократическая система и возникла. Соответственно, дальше необходимы, развились практики убеждения. Вот тут уже начинается тонкий вопрос. Мы можем назвать это убеждением, можем назвать это профессиональной работой с общественным мнением. Но тем не менее, фаттерн остается. Постоянно из этой среды возникали сильные ораторы, так или иначе, которые при этом пытались через апелляцию голосу вот этого большинства, обладающего избирательным правом, добиться того или иного решения. Но я отвечу сразу на самый важный момент, что в демократии присутствовал ключевой институт, который, на мой взгляд, меняет вообще о ней все представление, которое у нас есть как о неком, я бы сказал, прогрессивном, или даже, как мы можем бы сказать, меритократическом устройстве. То есть у нас же есть представление о том, что в рамках демократии на поверхность должны выйти самые лучшие. То есть люди должны согласиться, ну, добровольно выбрать под задачу самого лучшего государственного деятеля, управленца, полководца и так далее, и тому подобное. Самого способного. Самого способного. А вот это оказывается полностью не так. Да, это тот же Клисфен предложил изгонять тех, кто по каким-то причинам избыточно популярен. Хорошо известна эта история, когда благороднейшего арестида, кажется, который не брал взяток, был великолепной репутацией. Полководцем был довольно неплохим. Да, но всё-таки его изгнали, потому что, как сказал крестьянин, которому этот самый арестит помог начертать своё имя на черепке, что как-то все про этого говорят, надоело мне. Слишком часто слышу. Всё, выгоняем. Ну и в конечном итоге, это удивительно нам кажется, но выдающиеся полководцы, беззаветно служащие городу, довольно часто, это не исключение, были изнаны из Афин и должны были скитаться. Там кто на 3, на 5, кто на 10 лет. И я до сих пор не могу понять, как не срабатывали какие-то механизмы, что ли, здравого смысла. Но если уже есть человек, который хорошо делает своё дело, почему страх перед ним оказывается так велик? Отвечу именно, как я думаю. Это не исторический ответ, это мой, скажем так, результат моих личных размышлений, к которым я пришёл. Кстати, во многом помог обсуждение в чате, потому что это повторяющийся такой троп. Я бы сказал, что демократия, как политическая система, это всё-таки власть паранойков. Это власть, построенная на принципиальном недоверии к человеку. Вот парадокс. В том числе недоверие к таланту. Словно повторяющийся аргумент, а что делать, если, ну там, он такой талантливый, а вдруг он станет тираном? Или а вдруг он ещё что-то сделает? А вдруг он обрежет наши права? Ну это применительно, например, в дебатах у нас монархических происходит. А что делать, если монарх окажется не тот? Вот это «а что если» такое, а это, на мой взгляд, простите, но это небольшая такая внутренняя паранойя, внутреннее недоверие, желание от будущего какого-то гарантии, наверное, даже поддержания некого статуса КВО, что это желание выдаёт какое-то скрытое, на самом деле, отрицание, ну вот этого большого исторического процесса по отношению к вашей городской жизни. То есть в идеале для города, чтобы всё было ровненько, и ничего вообще не пенялось, да? То есть условно, чтобы товары делали, сделали, это богатение происходило, но ничего, раз уж мы говорим по-гречески, кайротического не случалось. То есть город демократический очень боится Кайроса. Что такое Кайрос? Кайроса, ну это по-гречески особое время, когда условно дышит история. То есть Гегель бы назвал это духом истории. То есть Кайрос — это момент, когда дух истории постучался к вам в двери. Это война, это чума, иногда это Олимпийские игры тоже могут быть формой. Фестиваль Диониса такого рода тоже может быть, но там уже начинаются очень сложные ритуальные, скажем так, работы с этим временем. Но мы видим, что в демократии на самом деле население очень это не любит. Оно максимально старается себя отгородить от этого. А когда приходится с этим взаимодействовать и вынужденно приходится на время привлекать условного Фемистокла или Аристида, сразу же по тому, как он минимально оттолкнет вот этот как бы прилив времени, прилив истории, от него надо избавиться. Потому что он тем самым эту историю как бы помещает вовнутрь нас. Вот у меня такое впечатление возникло по прочтению Плутарха вот конкретно судьбы вот этих двух людей, Аристида и Фемистокла. Да, и что интересно, или что обращает на себя внимание, что сами же греки довольно быстро осознали этот недостаток демократии и достаточно остро и резко его выявляли устами того же Сократа. Платон говорит, беспощадно критикуют демократию, никакого восхищения, а только удручённость того, как быстро люди деградировали в своей борьбе за власть. Немного больше 100 лет от законов Салона до того, как Афине попали под власть демагогов. Каких-нибудь 100 лет, причём в то время это было относительно недолго, с момента, когда только зародились все эти демократические формы управления, до того момента, когда в дребезге Афины проиграли Спартию, которую никак не назовёшь демократической. При том, что Спарту, надо понимать, Спарту мы можем не назвать демократической, но Спарта была точно так же очень сильна в плане самоуправления. То есть в Спарте точно так же существовали выбранные должности, точно так же существовала система спартанских царей, тоже была далеко не пожизненная. И вообще представление о Спарте как, ну, таком, я не знаю, чистой тирании, которую часто мы на фоне контрастов с Афинами используем, но оно, мягко говоря, не соответствует действительности. Я согласен, но Спарта — это же культ уважения к власти, культ уважения старших. Это ни в коем случае ты не являешься кем-то значимым только в силу того, что ты гражданин, ты должен заслужить своё уважение, это уважение. Я вот здесь с тобой соглашусь, и это, наверное, принципиальная разница, то, что она как раз про суть. При том, что механизмы могут быть самые разные, вот всё-таки ЭТОС демократический крайне отличался от того ЭТОСа, который был, вот повторюсь, в той же Спарте. То есть представление о добродетели отличалось в условной Спарте и в условных Афинах. При этом надо отметить то, что тоже это вот, если вот, знаешь, есть такая интересная, это вот проброс к современной теории международных отношений, называется теория демократического мира, согласно которой демократии как бы не воюют друг с другом. Вообще демократия, они за мир, дружбу и, в общем, за торговлю и прочее. И когда вы читаете того же Фуки Дида, историю Пилот-Паневской войны, вы сильно удивитесь, кто мог такую теорию вообще написать? Наверное, человек был невежественный. Но ведь эти демократические города, в том числе демократические, они бесконечно воевали друг с другом. Кровавые войны, предательство, всевозможные зверства. Ну и в конечном итоге Греция попала под власть македонян, как я понимаю, не в последнюю очередь из-за вот этой разорозненности, неспособности объединиться демократическим сообществом. Никак. Просто это иронично, что в том же Фуки Дида задержится диалог, который, ну, стал классикой теорией реал-политик. Это как раз диалог не между злобными угнетательными спартанцами и какой-нибудь из их коллодий. Нет, это как раз диалог между Офигинами и одним из тех островов, которые был их союзниками и решили сменить Сюзерена. И там Офигини, будучи как бы, ну, представителями демократического полиса, настолько прямолинейно, настолько просто. Я его цитировал в чате уже неоднократно, но они прямо говорят, слабый должен подчиняться сильному, точка. Вы можете нам сдаться, мы вам предлагаем это как выгоду, выгода в том, что нам не придется вас уничтожать. Ну, вот дословно вот такие цитаты, вот повторюсь, в чате скопирую, что называется, полный текст, чтобы вы оценили. Вот время существования демократических так называемых форм очень невелико, ну, историческое время. Там 200 лет в Греции, ну, хорошо, если говорить о том, что... Пусть будет 300 там, ну, даже. 300 лет там какие-то оставались формы, но все равно это была утраченная независимость Греции. В Риме сколько? Ну, с натяжкой, ну, 500 лет, допустим, мы скажем, да? И то это была республика, а не демократия, как мы обсуждали, даже там есть отличие. Кстати, будет интересно поговорить, в чём отличие. Так вот, какая-то внутренняя логика толкает вот эти формы управления к тому, что в конечном итоге отчаявшиеся граждане с готовностью признают власть или императора, или тирана, ну, или как во Флорентийской республики там олигарха. Похоже, что вот такая форма управления в конечном итоге изживает сама себя, то есть на какое-то время даёт прогресс. Ну, и то спорный вопрос, прямо скажем, относительно прогресса. Ну, всё-таки. И я думаю, что прогресс этот очень сильно связан с ценностями, да, то есть пока республика держалась на ценностях изначальной республики, она развивалась. Конечно. Давай тогда вернёмся к республике, про которую они договорили. Там, конечно, мы не упомянули ключевой момент, что главное, что было в этом, на чём действительно держался Рим, так называемая римская мораль, которая была очень жёсткой, очень подчинённая общему благу и общим добродетелям. И то есть все вот эти классические образы римской добродетели, когда ради блага города там человек себе отрезает руку или кладёт её в огонь, или, в общем, жертвует своим частным интересом ради общего блага, первые века римской республики такое действительно происходило. В демократии, кстати, такого происходило гораздо меньше. В республике не существовало, например, я думаю, ключевое как раз отличие республики от демократии в том, что там, конечно, в определённой степени есть, но нет такого презрения к выдающимся талантам. Есть формы, которые как раз позволяли хоть как-то это интегрировать. Ну, гораздо лучше, скажем так, чем в демократии, назовём это так. Паранойя тоже существовало, подозрение вообще. Кажется, вот в любой форме так называемого народовластия существует постоянное подозрение выдающегося у человека к стремлению к тирании. Что, повторюсь, вот если брать эту триаду, Афины, Рим и Флоренция, казалось бы, между ними тысячи лет, а поведение или логика поведения власти одинаковая. Я тебе могу объяснить, почему. Объяснить это можно как раз перефразируя то, что мы уже косвенно затронули. Это паранойя человека, который очень готов говорить, даже иногда делать про общее благо, но на самом деле внутри он понимает, что любое действие общего блага является насилием в его адрес. А оно правда является. Это правда заключается в том, что это дуальность, то, что ради общего блага, ну то есть оно только тогда существует, когда люди готовы чем-то ради него пожертвовать. Но акт жертвы это акт болезненный. Соответственно, вот это выражается динамик. То есть, с одной стороны, пусть даже твоя рациональная часть сознания и понимает, что без общего блага ну совсем никак там вас Карфаген захватит или еще кто-то захватит. Но с другой стороны, очень-то не хочется, потому что ты построил всю политическую систему, чтобы оградить себя самого от вот этого движения. И вот это внутреннее противоречие до поры до времени действительно может быть компенсировано воспитанием, этикой. Повторюсь, Рим гораздо более успешный пример, потому что он гораздо более серьезно к этим вопросам относился. Афины даже нет, поэтому они гораздо быстрее скатились, уж извините меня, в то, что они скатились. История Афин, это вот больше похоже на историю поздней Флоренции. Там 30 лет мира, это очень позитивный, там это как расцвет Афин занял всего 30 лет. Все остальное время это были тирании, государственные перевороты, одни олигархи воют с другими олигархами, один народ устраивает одну резню, ну в общем, одна часть народа под демагогом одну резню устраивает. Наконец была знаменитая диктатура 30-ти. И это просто было самое страшное, что вообще было в истории Афин после чумы. Ну и по сути, вот это время расцвета, это время некоторого общественного консенсуса о передаче власти одному человеку. Ну там, в том случае Периклу, мы говорим о Перикле, как о том, с кем ассоциируется расцвет Афин. Но ведь сколько он там, не помню, 15 раз был архонтом или там стратегом. Да, да, да. Ну по сути, вот какую-то стабильность смог обеспечить. То есть такой был авторитет, что как бы, ну он победитель, все такое, то есть как бы он был действительно... Ну то есть на время это была форма единовластия или почти единовластия, ну основанного на авторитаризм, демократический авторитаризм. И это именно время, это время расцвета. А время упадка, это время демагогов, народных вождей, которые руководствовались сиюминутными интересами, назовем это толпы. Я повторюсь, толпа это не бедные, это мы даже бедных не берем в расчет. Толпа это весьма еще как-то обеспеченные люди. Ну да, ну то есть мы, конечно же, знаем, что одна из причин, почему надо было включать, снижать этот самый или убирать имущественный цен связана с тем, что уже не было необходимости в гоплитах с их тяжелым вооружением, а большая необходимость была в грибцах, на галерах, и туда нужны были все. Так как нужны были все, то этим всем небогатым людям тоже предоставлялись гражданство. Нужно заметить абсолютно, да, закономерность. Это абсолютно правильно, что рано или поздно, и это, я думаю, это главное, что мы зафиксировали, то, что в этой системе, и на самом деле и в республиканстве, но гораздо более и в демократичной, существует вот это внутреннее скрытое противоречие между частным интересом гражданина и общественным благом. И даже если он осознанно это понимает, на уровне структуры общественное благо подчеркивается его агрессивная сторона по отношению к человеку. Поэтому отсюда рождаются разные последствия и паранойя, и сопротивление, ну, я бы сказал, и недоверие к таланту, на самом деле отрицательная селекция сгора... То есть отрицательная селекция может быть в любом строе, но обычно принято думать, что в демократии это ее точно быть не может, а мы оказываемся, что скорее она, наоборот, произойдет в демократии. С гораздо большей вероятностью демократия приведет к власти либо, ну, так называемого демагога, как ты уже схотел, хотя слово... Теперь мы, вот еще парадокс, используем как ругательное, как ты сказал, просто вождь, народный вождь. Вот дословно, что он обозначает, не более того. То есть он приводит такого человека, либо он приводит просто серенькую некомпетентность, которая никому не мешает. Самое интересное, то есть мы как с тобой говорим, что, в общем-то, цивилизация там с западной части Европы, греческая цивилизация, римская цивилизация, эта культура, они переварили и, конечно, в итоге отказались от такой формы управления по крайней мере большим государством. Ведь мы же знаем, что и в Риме, и в Афинах до тех пор, пока размер этого самоуправления демократического ограничился городом и окрестностями, то все более-менее работало. Сто тысяч. Вот чтобы вы понимали, это даже не современные города, это очень небольшие города. Большая часть полисов вообще до десяти тысяч было населения. Ну вот как-то там оно работало. Как только Афины стали с их союзом, Деллским союзом, развиваться, все, это дело все начало проскакивать. Как и Рим только стал завоевывать своих соседей, тоже потихонечку, по мере того, как вот как раз оказалась вся территория современной Италии в подчинении Рима, начались вопросы, проблемы и противоречия очень серьезные. Но тогда главный вопрос такой. Этот миф о демократии, кем он был воссоздан, там, не знаю, в конце 18-го, в 19-м веке? 18-й век. Это эпоха просветителей, о которых мы будем говорить отдельно. Это абсолютно все они. Просто чтобы, ну, совсем не отнимать хлеб у наших с тобой следующих выпусков, отметим главное. То, что мы обсуждали с тобой в этом выпуске, мы пытались посмотреть о реальной демократии, как о некой исторической форме, как она существовала в ее изначальном значении. То, что говорится о демократии сегодня, это, по сути, миф, построенный на мифе. Вот я бы примерно так это сформулировал. Это миф, построенный на некотором историческом материале, отобранном, творчески переработанном. И в основе этого мифа или там в работе этого мифа, как и всех других мифов политических, лежит невежество. Невежество тех, кому эта история рассказывает. Либо добровольный самообман и манипуляция. То есть если человек ограничивается школьными знаниями, которые быстро забываются, и не дает себе труда взять в руки книги известных историков греческих, Фукидита, Ксенофонта, того же Плутарха, который мы часто вспоминаем, то там же все уже расписано в деталях. Там никаких не остается сомнений и никакого не остается романтического флера у этого понятия. Это значит, что наполнили совершенно другим содержанием какие-то исторические факты и преподнесли как некоторую идеальную форму правления, которая альтернативна или противостоит монархической прежде всего, ну а потом так называемой авторитарной. Вот это два принципиальных момента, на которых, я думаю, мы сегодняшний выпуск так будем подводить. На самом деле, я очень призываю наших слушателей реально прочитать эти источники про реальные демократии, потому что это-то как раз очень интересно, потому что те вопросы, те проблемы, которые они обсуждают, они-то как раз реальны. То есть можно много ругаться, можем много критиковать, условно говоря, эти системы, но что мы точно не можем критиковать, что она описывается вот этими древними авторами очень честно и очень понятно. Но условно как раз проблема реальна. Что делать, условно, самому богатому с теми, кто стремится к нему поступить? Что делать вопросы собственности такого порядка к вопросам собственного другого порядка? Как решить проблему общего блага в той ситуации или иной ситуации? Проблема войны, проблема мира. Это очень реальные проблемы. Что делать с понаехавшими? Ну вот условно такой повторяющийся постоянно кейс во всех этих историях. Как обеспечить, чтобы условно деньги не развращали нас или наоборот как-то метаться этой медицины? Как предотвратить, чтобы талантливый человек там власть занял? Я очень сильно не соглашаюсь с теми действиями, которыми приняли реальные эти исторические люди, но их хотя бы читать интересно, потому что они работали с реальной проблемой. А вот современная демократия, вот разговор о демократии, в чём возникает наше противоречие, то что это миф, это чистый миф. То есть если греческая демократия была как реальный феномен, то есть его можно обсуждать как реальный феномен, то вот ту демократию, которую придумывают просвещенцы в XVIII веке, обсуждать гораздо сложнее, потому что её нет, её никогда не было. Если подводить такой промежуточный итог нашему рассуждению о демократии, то поправь меня, пожалуйста, если я сделаю неверный вывод, но звучит так. То, что мы сегодня привыкли называть демократией, тот образ, который существует у нас, как образ наилучшего способа организации общества, то это не что иное, как идеализированное, наполненное мифологическими представлениями о общественном устройстве, понятие, созданное или начатое просветителями и не имеющее ничего общего со своей исторической основой. Имеющего гораздо меньше общего со своей исторической основой, чем принято думать людям, за исключением, возможно, самого главного, то, что это система управления, которая про самых богатых, про то, как самые богатые призваны разбираться между собой, какими методами это происходит, но она точно не имеет ничего общего с идеализированным образом, который нам сформирован. И на этом фоне, собственно, задача сегодняшней беседы для меня во многом является своеобразным призыв. Давайте разделять эти два понятия, давайте обсуждать реальные демократии, как они были. Мы узнаем тогда гораздо большего интересного и про нас самих, и вообще про устройство общества, потому что как раз социальные группы остаются повторяющимися из века в век, из поколения в поколение. И давайте отдельно говорить о мифе демократическом, созданном в XVIII веке, как о особом феномене, по причине, какой он был создан, ради чего он был создан, ради кого он был создан, и как создание этого мифа приводит к тем противоречиям, о которых мы говорили в самом начале выпуска. Вот, наверное, какой бы я подводил итог. Что, если мы продолжим называть вот эту форму демократии, но с каким-то отличительным префиксом? Вот, например, неодемократия. Какое-то нужно здесь отличие, но чтобы не путать людей, да, потому что это явление само по себе, оно достойно отдельного изучения. Если мы будем продолжать смешивать его с формами греческой, афинской демократии или римской республики, то это будет продолжать носить сумятицу. Мы говорили как-то с тобой про словарь. Может быть, стоит начать с этого, нет? Это одна из тех вещей, которых стоит начать. И, конечно, ключевое, тут, наверное, вывод, который можно сделать, то, что вот это базовое объяснение демократии как власть народа не имеет, сразу скажу, ничего общего ни с исторической демократией, ни с демократиями современных. Вот в этом, наверное, главная обманка и главное противоречие. А насчет того, что требуется новое название для этого формы режима, я с тобой полностью согласен. То есть это некая политическая форма управления, обладающая, как мы потом сформулируем, действительно определенными признаками. И да, я согласен, что нужно наводить точность в этом вопросе. Сразу сходу ничего мне на ум не приходит, кроме совсем ярко окрашенных слов, поэтому я пока от них воздержусь. Это, скажем так, не поможет нашим слушателям. Заодно пригласим их подумать. Напишите свои предложения в нашей группе, когда будете слушать этот выпуск. В идеале, после того, как вы прочтете хотя бы один диалог, хотя бы одну жизнеописание Плутарха, того же Аристина, и тогда этот разговор, мне кажется, будем продолжать. Но мне кажется, это один из ключевых современных разговоров, потому что на фоне мантр о демократическом управлении, о борьбе мира свободы с миром рабства, как это еще иногда формулируется, мы отдельно будем говорить о свободе в будущих выпусках, но разрушается сама возможность вести диалог содержательный. То есть вот это, наверное, одна из главных проблем, которые у меня, в том числе, признаюсь, вызывают достаточно негативные эмоции при любом упоминании слова «демократия» в современных средствах массовой информации. Оставим демократию Афинином древним, да, оставим ее как некоторый интересный феномен, который достоин изучения, но не будем путать то, что сегодня принято называть демократией с тем, что демократии в своей изначальном смысле не является и не являлась никогда. Хорошо, тогда что в следующий раз? Ну, смотри, по плану у нас с тобой в следующий раз о том, что такое империя, откуда она берется и какая имперская драма разворачивается с 800 года после Христа. Это было по плану. С другой стороны, если тебе интересно, мы можем пока поставить заметочку и, может быть, перенести на будущее, но мне кажется, будет очень важно повторить и проговорить уже вот о демократическом мифе, созданном просветителями. Поэтому, я думаю, мы с тобой еще разберемся, какой именно из этих выпусков мы запишем в следующем. Хорошо, было бы интересно понять то, почему и как возникла необходимость. Ну, уже можно догадываться, конечно, почему она возникла в XVII веке после абсолютной власти, как поиск альтернатив. Но поговорим об этом, продолжим разговор про демократию. Давай тогда сделаем так. Следующий выпуск все равно будет про империю, просто хронологически. А вот продолжение темы демократии, то есть демократия, часть 2… Мы вернемся к этой теме демократии. После разговора о возрождении. Потому что вот этот разговор невозможно понять без контекста разговора о мифе Возрождения. Да, они очень тесно переблетаются. Восхищение античностью, оно перешло к следующим поколениям, и уже их накрыло восхищение воображаемым политическим устройством вот этого идеального античного воображаемого общества. Которого никогда не существовало, но которого очень хотелось, чтобы было. И это наложилось на конкретные обстоятельства уже позднего Средневековья, которое и создало ту систему, в которой мы живем. Так что я думаю, мы этот разговор продолжим, но не в следующем выпуске, а где-то выпуска через 4. Хорошо. Тогда на сегодня про демократию мы завершаем наш разговор. Ещё раз призываем вас читать первоисточники и делать свои выводы. С нами не обязательно соглашаться. То есть лучше, конечно, не соглашаться. Лучше вступать в полемику, чтобы мы могли отработать или отточить аргументацию своей точки зрения и не впадать в ту же крайность, ну, Павел называет это религиозного воззрения на демократию. Я бы сказал, на какой-то мифологический культ. Не будем делать культ из этого. Не будем делать культ. И я заранее скажу, что мы всегда благодарны всем дискуссиям, которые разворачиваются в чате, даже если они идут по кругу, потому что для меня эти дискуссии позволяют как раз найти эти камни преткновения, не буду скрывать. То есть очень некоторые узловые вот эти вопросы, вокруг которых происходят как будто квантовые скачки в дебатах у слушателей. То есть начинаются разговоры в другом состоянии. И таким образом мы находим эти моменты, которые мы потом стараемся вот разбирать с Евгением в нашем подкасте. А для тех, кто только присоединился к нашему подкасту, я объясню, что речь идёт о сообществе подкастов в поисках смысла, группа, которая создана в Телеграм приблизительно год назад, которая продолжается дискуссией, вызванной темами подкастов. Присоединяйтесь, оставим ссылочку в комментариях. Будем рады встретить вас на просторах этого дискуссионного пространства. Всего доброго. Береги... Всего доброго. Ты хотел сказать «берегите себя»? Да, но это звучит плохо, поэтому просто всего доброго. Мудрости вам. Ну и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok